В этом выпуске я побывал в Ингушетии. Это страна с сильными культурными традициями, которые во многом оказали влияние и на производство. Мне удалось посетить одну из трех крупнейших в России фабрик по производству обуви, а также гигантскую текстильную фабрику площадью более 5000 квадратных метров. Расскажу о секретах создания обуви. Чем дорогая обувь отличается от дешевой? Как здесь шьют одежду и как с ними работать? Это вообще пушка. Вот в таком формате это. Есть еще чуть-чуть подешевле. Шов вообще четкий, короче. Кропса занимает медирующие позиции. Вот это нормальная арифметика, ребята. Друзья, всем привет. Мы находимся в аэропорту Шереметьево и сейчас летим в Ингушетию смотреть местные производства. Погнали! Друзья, вот мы и прилетели. Пойдемте посмотрим, а что делают в Ингушетии. Мне здесь интересно то, что я никогда не думал, что вообще можно свой обувь производить. Ну, типа в голове этой не было идеи, понимаешь? И что это можно свою подошву какую-то, свою там модель. Почему именно сюда привезли вот фабрику-то товара? Ну, в принципе, как бы рынок, он такой свободный. В этом плане мы хотели здесь открыть, именно понимая все трудности, понимая все преграды. Все пройти и, ну, как бы, встать на ноги и дальше уже развиваться, развиваться. Ну, у нас компания, бренд Филиджи Белли, итальянская, он почти 30 лет на рынке. Его привезли в Турцию, он был там 6-7 лет в Турции. Дальше мы это все купили и привезли сюда. Оборудование, там, лицензии, там, и так далее, и так далее, и так далее. Дальше мы это все купили и так далее. Сейчас на производстве обуви и Ахмед, он один из учредителей, правильно, этой фабрики. И он также является начальником производства. То есть, фактически он знает каждый процесс, как происходит именно обувь. Какую обувь конкретно я могу сделать? То есть, я могу сделать, не знаю, там, обычные кеды, знаешь, вот такие вот с каким, ну, с мысом. Просто обычные кеды с резиновым мысом, знаешь. У вас такое делают и туфли, например, то есть. Да, у нас очень большой ассортимент. Мы не такой завод, который одной цели, мы не целимся. Или только мужской классика, нет. Мужской, женский, детский, спортивный, классический, ну, ботинки, земли, летние, тапочки. Ну, у нас ассортимент очень большой. В российском рынке около 85% импортных товаров лежит. Из них около 48% занимается китайский, такой дешевый сегмент, не делаем. И основная часть уже импортная. Наши части занимаются вот эти европейские и турецкие части. Это 35% которые. Это означает средний, выше средний и выше сегменты мы целились. В России практически производителя можно сказать нет. Слушай, а где такие модные кеды взял себе? Самщин. Да? Да. Слушай, круто, круто. Так, ну что, сделай обзор в фабрике. Что у вас здесь происходит, какие процессы, что за чем следует. В первую очередь у нас идет закройная часть. Вот так наш человек устанавливает с помощью этим аппаратам. Получается он прямо вот здесь, светом нарисовано получается, как он расставляет обувь. Здесь раскроет идет с помощью лазера, да? Правильно. Это термопласт, это усиление задней части обуви. Он также нанес лазером, разграничил все и сейчас просто вырезается. Здесь с помощью ножом, в фресовой станках вырезаем определенные части. А, то есть какую-то часть для обуви. То есть это может быть сбоку где-то, еще что-то. Дальше что происходит? Вы наносите свой бренд, это на стельку, а это может быть где-нибудь сзади, на кожу, на любую, короче, часть деталей. А где раскраивается сама вот эта обувь? Каждая часть одного из станков приготовляется, потом передается сюда, в швейные части. Вот так прежде всего выглядит зимняя обувь, друзья. То есть вот в таком формате это будут какие-то кроссовки, наверное, кеды. Что-то в этом духе. Делается стелька, да, сюда просто пришивается. А, вот так новая модель разрабатывается. Прикольно. Творец, в общем. Если захочу какую-то свою модель, я тебе ее передаю. Вы ее полностью расшиваете, и мастер уже, исходя из этого, создает ее. А я смотрю, с каждой швеей сидит еще одна девушка, она что делает рядом? Швея, когда шьет, после этого почистка идет, нитки где-то торчит, если что-то не то. Но каждый швея один человек проверяет. Людей здесь достаточно вообще для работы? Да. То есть хватает? Ну, рабочих мест очень мало в республике. У нас турки, мы как бы принимаем людей, проводим обучение. Через два-три месяца уже люди, они, соответственно, имея уже опыт обучения, работают. Есть там профессиональные училищи, техники, где, ну, молодые там девочки, например, обучаются. Мы их с фабрик набрали в Турции, это люди, которые, например, шили, там, Гуччи, там, Сели, там, ну, такие вещи. Брендовые такие, сильные. Здорово. Я смотрю, ну, они прям, ну, офигенные, качество офигенное, да? Сколько такие будут стоить, если опытом брать? Она будет 1500 рублей стоить. Передняя часть у него кожа. Это ткан специальный, там, итальянский ткан. Шилифовка, это ручная работа. И под него каучуковая подошва. Она очень дорогая, очень мощная подошва. У него железные стельки. Ну, форму, что он долгие годы сохранился. Вот такие вот ботиночки. Это полностью кожа, это тоже итальянский ткан. Вот это красные части кожи бувало. Это быковая кожа, железные стельки и термополиуретная подошва. Это у нас 2250 получается. Слушай, а почем такую розницу можно было бы продавать? В магазинах от 17 до 25 продается сейчас. А вот эта модель 17 тысяч стоит? Да, в магазине. Блин, ну, это другое дело. За 2200 берем, короче, за 17 продаем. Вот это нормальная арифметика, ребята. Здесь, я смотрю, ну, это не шнурки, а просто какие-то завязки. Да, да, да. Что когда форма у него одевается, чтобы не открываться, а станут формы на телевизорке. Внутри такой специальный состав, да, вот здесь под пятку. Он под горячим прессом формирует саму форму пятки, да, формирует. И потом охлаждает ее еще. Здесь формируется вот эта часть, передняя, да, уже? Правильно. Придается форма ей. То есть это передняя часть, задняя часть готова. Сюда закрепляется вот эта стелька, которую мы видели в первой части вырезалась, да? Вот. Она крепится, значит, двумя, тремя такими болтами. И натягивается уже, получается, обувь на нее. Правильно. И здесь закрепляется передняя часть. И здесь подготовка для закрепления задней части делается. Почему это вручную делается? Это полностью автоматизированный завод, но здесь даже работа 40% уколырушения. Офигеть. Это самая лучшая обувь, вот эта ручная подготовка. Человек своей интуиции тоже добавляет сюда. Как надо. Душа, короче. Обувь с душой. Например, это кроссовки. Она... Такой классиковый в целом. Подошва сам по себе, каждое движение на ногах, около 35 до 45% получается движение на ногах. Все движения, получается, на подошве. Аэродинамически он очень хорошо рассчитан. А для бега, там, что-то в таком духе вы не сегментируете себя? А для бега тоже есть точно такой же аэродинамики. Более там дыхающий материал цикановый пользованный. Тоже это кожа бувала пользуюсь. Она не потрескается, знаешь как? Нет. Все нормально будет. Сколько такие стоят? Она 2000 стоит. Стильненько вот эти всякие дополнения, цепочки, элементы. Тут я смотрю, молния даже. Можно расстегнуть, застегнуть. Вот это, это какой-то ваш бренд или что это? Да. Слушай, ну круто сделано. Сколько такая стоит пара? 4. 4 тысячи вот такая будет стоить? Я вот прямо сейчас с тобой общаюсь и понимаю, что обувной рынок это как раз такие цифры, которые, ну, круто, круто продавать. Это примерно покупаешь за 4, там, тысяч за 30 ты можешь продавать эту обувь. И получается, что, ну, хорошая прибыль на самом деле в обуви. Ну, сам, приветствую. Как вообще начинать работать, да, там, с вами? На самом деле все очень легко и просто. Надо, главное, найти нас и все. Дальше уже, как говорится, дело тех. Да, кстати, как вас находят? Это самый интересный вопрос. Вот именно. Вот. Первые наши шаги. Как это будет? Придумываем для вас модель, дизайн. Классическую, спортивную, там, зиму, строгую, башмаки, военную, как бы, ну, обувь, скажу, ну, очень большое, широкое направление. Мы готовы произвести. Кто-то там хочет выйти со своим брендом на Marketplace, мы точно так же можем ему сопутствовать в этом. Мы для вас можем придумать или, там, подсказать вам, или же, и вы приходите со своим моделем, мы делаем прям, как вы хотите. Под вас мы делаем. Я, например, хотел бы какую-то определенную, там, подошву создать. То есть вы со всем этим работаете. Да, вообще-то. Любую дизайнерскую подошву. Идется задняя часть закрепления. Чувствую, жар какой-то идет. Это утюг. Да, здесь парт даем. Это собрали, значит, приклеили. И здесь гвозди открываются. И он уже просто их вытаскивает. Гвозди нужны были для того, чтобы обувь максимально натянуть, чтобы придать ей форму ноги. Да. Да, и после этого они на том аппарате мы склеили, охлаждили, и вот ребята их уже вытаскивают. Смотри, прям в шов сделан, и даже не заметите, что это ручная работа была. Ну, офигенно вообще создается. Слушка. Так, дальше обувь попадает сюда. И здесь шлифуем. Надо резину зашлифовать, и потом оно лучше цепляется. Получается, снимается верхний слой для того, чтобы... Дальше какой-то уже процесс. Сейчас мы его как раз посмотрим, как выглядит. Карандашом прорисовывается полностью, отмечается на обуви, где уже дальше будет наноситься клей. Получилась вот такая вот штучка по кругу сделана. Здесь наносят клей, для которого отметили место, да, оттуда аккуратно, что ни торчал этот клей, не вышел от подошвы. Сколько будет вот первое тестовое, первое тестовое вот лекало готовое уже? Сколько оно будет? В районе от 500 до 700 долларов это будет первое литье. Форма обуви, человек будет, ну, под вашу обувь буду делать эту формочку, чтобы на дальнейшем заливать под эту форму. То есть мы один раз... Заливать что? Подошву? О, подошву, да, для обуви. Вы один раз заплатили за эту, все. Расскажи, ну, мне как селлеру, мне не выгодно сейчас вкладывать дофига, инвестировать денег. Я же хочу затестировать только. Ну, это вообще будет проще и для вас, и для нас. Вашими моделями правильно пользоваться? Да, вашими моделями вы берете, просто там сверху вы чуть-чуть там меняете, пару нитек добавляете, пару цвета меняете и все. И у вас будет готовая модель. Сколько минимальный заказ можно было бы у вас сформировать? Минимальные парты мы можем принять 120 пар. 120 пар это разного размера получается? Конечно, это размерный ряд, 8 пар один размерный ряд получается. Например, мужской обуви от 40 до 45. Вот у меня, например, люди выкупают часто одну позицию. Ну, например, лучше всего ты знаешь, да, там 42 идет, да, там какой-нибудь еще 43, например, два размера. Могу ли я потом дозаказать только эти два размера? Это уже разработано в нашей модели, конечно же можно. А, вот наша обувь, она уже здесь с клеем, да? У нас с сухой клеем, точно так же подошва. Сюда устанавливаем, это определенная температура, как же подошва, как же материал, разная температура. Активация ли клея? В целом мастер, получается, активирует клей и просто дает, как бы форму придает, как должно крепиться. Потом сюда в пресс, полностью воздух весь выдувается. И еще сильнее сжимает, максимально. И вот, в целом, получается вот такая уже моделька. Последнее качество контрол, установка ортопедической стельки, соединение шнурки, последняя финишная работа, подчистка и упаковка. Финишная уже там заканчивается, остальное все соединение уже закончилось. И здесь подчистка осталась только, шлифовка, подчистка и потом упаковка. Ну вот, как раз девушки занимаются очисткой грязи, ну, любой технологической вещь. Подскажи, сколько вообще весь процесс изготовления, вот с самого начала, от вырезания стельки, то, что мы смотрели, и сюда, сколько по времени занимаетесь? Обувь, которую мы изначально, как позже выдаем, и здесь, конечно, результат получаем через неделю. То есть 7 дней примерно или 5? Да, 7 дней. Прямо здесь вы, в принципе, можете создать под меня упаковку. Вообще без проблем. Картонную коробку создаете. Если я отправляю свои штрих-кода, вы все это можете сразу мне запаковывать здесь. Окей, а вот наклейки вот этих кизов, штрих-кодов, это уже будет входить в стоимость продукта? Это все отдельно. Отдельно будет, да? Дополнительно, если надо будет. Потому что это уже вам нужно. Понимаю. Было бы круто, конечно. Доп идут, какие-то доп. Ну, примерно сколько это, 2-3 рубля, 5 будет. Интересно, я думаю, знаешь, как можно даже на сделок посмотреть, есть ли тут склад ФБС рядом с вами, и вы могли бы произвести. Я вижу, у вас здесь в целом вы можете хранить мою обувь. Я мог бы, наверное, прямо отсюда формировать доставку, прямо на склад ФБС и отгружать. Помещение как бы позволяет. У нас есть и высшие сегменты. Вот, например, это обувь. Это полностью 100% ручная работа. Каждый пашир здесь ручной сделан. Ни одного станка я здесь не разработал. Оленовая кожа. Блин, карф. А сколько такие стоят вообще? 100 тысяч она стоит. Можно у него один пайп только заказать. А, только одну пару можно заказать обувь. Для вас его, да, производят. Это настоящая бетоновая кожа. Угу. Тоже полностью ручной разработанная. Подошва даже ручная собирается. Каждая почти везде ручная сделается. Слышь, я никогда вообще не думал, что обувь можно вообще в такой коробке получить. Слушай, это вообще пушка. Каждая обувь в свои мешки отдельные. Мы с ним вместе даем катаж солиции, чтобы сохранил кожу долгие годы. Ремень еще, да, сюда идет в комплекте? Слушай, это крутой подарок вообще. Это прям такой стресс-сертификат даем, который это кожа откуда, что вы Италию, Милану, какой-нибудь там магазин, если зайдете, их цена приблизительно от 300 до 700 евро будет стоить. А здесь оптом почем такие? Они 4 500 стоят. В России они туда улетают, в Италию это магазин, там в 10 раза дороже покупают. Здесь мы сами производим, там тоже мы сами производим. Вот этот сегмент, например, вот этот, очень красивый обувь, у нас там очень большие востребованные обуви, тоже кожаная подошва, она вот, например, 6 600 евро стоит. Обычные кожаные подошвы, обуви, обычные магазины, у них даже цены 14-15 начинаешь. А есть еще чуть-чуть подешевле? Хорошо, есть, конечно. Продается 1800-2000, вот так у них цены. Чем отличается вообще от тех? Там основная работа и стоимость, подошва получается, кожаные подошвы, сам по себе, очень дорогие. Полиуретановые подошвы пользуемся, верхняя часть обычная, там массовое производство у нас идет, станутные работы, монтаж у нас автономный идет. Производительность не очень высокая для этого типа обуви. Материал, конечно, намного дешевле, чем эти обуви. На сегодняшний день в России я знаю очень много фабрик, которые производят одежду. И очень много молодых предпринимателей, которые занимаются одеждой. То есть они создают свой бренд одежды. Но очень мало людей, которые занимаются производством обуви и делают свою обувь. Поэтому я считаю, что это нища довольно-таки свободная именно для России. Есть более такие предприниматели, вот для них большой шанс зайти на это, потому что рынок, можно сказать, что пустой. Блин, да я могу свою обувь разработать, я могу свой дизайн создать, какие-то свои штуки дополнить. Очень круто, потому что сейчас в действительности каждый селлер вообще на Marketplace, он уже не просто перекуп идет, а он уже больше в сторону создания чего-то, создания какого-то продукта. Своего, да. Да, это бренд. Прикинь, ты создал бренд одежды, туда дополнил там обувью. И это будет прям целый лук, готовый для продажи уже клиенту. Это вообще просто офигенная история. Мне было очень интересно побывать на обувной фабрике. Я офигел от того, насколько это сложный и требующий большого труда процесс. Несмотря на масштаб производства и большое разнообразие продукции, ребята, к сожалению, до сих пор не вышли на Marketplace. Я показал им программу MPStats и рассказал, как анализировать рынок и понимать, что будет в тренде. Так, смотрите, ребят, в целом по обуви, вот с помощью этой программы мы можем увидеть вообще, что лучше всего продается на рынке сейчас, да, и что востребовано. Мы сейчас пойдем от самого большого, что больше всего продается. В данный момент мы понимаем, что Кроксы занимают лидирующие позиции. Вот, например, продаются, вот одна обувь продается на 17 миллионов. С 1.06 по 30.06. Это в этом месяце они продали вот такие ботинки на 17 миллионов. Кеды, простые белые кеды, они продают на 5 миллионов в месяц. Круто. За 2000 рублей они продают их. То есть люди любят простые формы и этим летом хиты это, короче, белые кеды просто. Дальше вот такая обувь, такую они продают по 2500 на 3 миллиона в месяц. То есть в целом эта программа позволяет вообще ничего не придумывать, короче. Мы можем отсюда прямо брать реальные цифры за месяц, что сейчас востребовано, и просто, ну, создавать эту историю. Я могу заказать одну пару обуви, например, передать вам на производство. Вы мне ее посчитали бы и сказали бы, сколько это стоит. Примерно можешь мне сказать, в какую стоимость бы мне такие кеды выслать? Можно их сделать, например, за рублей 800. Можно. То есть... 750, то есть часто, конечно, передняя часть, ты не вижу, 6 миллионов. Передняя часть тут ничего нету такого. Ну, то есть... Нет, и внутри. А, внутри, понял. В целом за 800 рублей можно сделать будет. 850. От 800 до 1100. Давай так скажем. До 1100. И продажная цена у них в розницу получается. Я могу их продавать по 2000. Почти x2,5, если по сути. Ну, то есть можно рассмотреть. Вот такие, но они уже 3800 они их продают. То есть такие у тебя примерно бы и стоили 1500 где-то. Такие примерно уже у меня есть 1800. 1800 стоят, да? Я могу проанализировать, прислать тебе обувь, мы ее разошьем, и ты мне уже скажешь цену. Вот такие вот тапочки, смотри, в тренде тоже. У нас были такие, да? Мы делали такие похожие. Я даже тебя отправлял, помнишь? Такие образцы. Ну, как экземпляр. Да, экземпляр. Вот они очень у нас очень прям хорошо пошли. По 1200 продают на 2 миллиона. Да, она мягкая и удобная на ноге. Все, тогда я понял, как в целом с вами работать. То есть я беру обувь, отправляю к вам, обсуждаем, просчитываем. Просчет для меня, это же бесплатно, правильно? Если к вам отправил обувь, вы мне просчитаете и скажете цену, и я за это в целом не найму ничего платить. И уже дальше устраивает, не устраивает. Конечно. Площадь этого производства 6000 квадратных метров. В день они могут отшивать на данный момент вот с такой загрузкой от 3 до 5 тысяч изделий. Друзья, просто представьте себе. 6000 метров. Здесь стоит 700 станков. Всего 900 человек будет работать на этой фабрике. Меня Виталий зовут. Здравствуйте, меня Якуб. Я здесь работаю на этой фабрике заместителем директора. И также и переводчиком по совместительству, можно сказать. А почему переводчиком? Потому что у нас тут работает очень много турецких специалистов. Слушай, а скажи, ткани у вас какие? Ну, ткани мы сейчас используем разные. У нас есть турецкие ткани, есть, естественно, китайские ткани есть. Российских тканей практически очень мало. Почему? Потому что у нас нету производства. Ну, существует почти. В основном у нас турецкие ткани. Так, вот здесь у вас что находится? Здесь у нас начинается склад сырья. Ну да, я вижу, вот очень много рулонов. Вся работа начинается отсюда. То есть, если я заказал, вы купили сырье, посчитали и уже погнали. Так, а вот здесь что у вас? А, это раскроенный уже, раскрою готов. А что это за этикетки? Ну, это обычно, например, вот, когда уже раскрою идет, вот, например, на руках отдельная этикетка. А, ну, чтобы швей потом не запутались, что конкретно, куда они пришивают. И все, в принципе, готовится вот здесь. Да, все после того, как раскроют, вот, пошел уже, все, дальше вот мы уже отсюда уже идут. Детали уже идут туда, на швейницах, на пошив. Так, это готовые футболки здесь? Да, не футболки, это вот именно вот это уже раскрою уже. Видите, прямо по деталям каждый получил. А что из этого делать будет? Толстовки, худи. А, это худи будет? Да, да, да. Это какой-то уже итоговый вариант? Да, это сейчас вот они вот чуть-чуть прошивают уже вот черного цвета. Вот, да. Это не полностью, не прошит. Ага, ну, то есть здесь еще, я смотрю, некоторые элементы остались. Да, остались, да. Слушай, ну, шум вообще четкий, короче. А вот смотри, она вот в белых здесь резинки прошивает вроде. Здесь прошивается, да. Ага, слушай, круто. Она как бы свою часть прошила, дальше передает, потом дальше подшивается. То есть вот уже карман сделан. А сколько такая стоит? 1300 рублей. Полностью костюм получается, вверх-вниз. А, то есть это вместе с низом 1300 рублей, да, будет стоить? Ну, в рознице, я думаю, такие костюмы не меньше 3-3 тысячи, 3-3 тысячи 500. 3-3 тысячи 500 будет стоить? Да, да. Вот такие костюмы в другую цепь. То есть вот вверх, вот низ, да? А что это за ткань? Сама ткань, это вот с начесом, вот, футер называется. Футер двухнитка, да? Да, да. А почему здесь с этой стороны вот этот начес наружу, а не вовнутрь? Обычно же он вовнутрь. Нет, этот материал сам такой. Модель такая. Ну, вот здесь чётенько всё попали. Да, да, да. А вы на какие-то рынки в Москве отшиваете? Ну, рынок влюблено, например, на заказы были большие. А вот такие штаны сколько стоили бы? Вот такие штаны сейчас, а то вот на 600 рублей. Если я вот хочу заказать у вас, какая самая минимальная партия товара, которую вот можно у вас сделать? У нас фабрика огромная, и это не ателье, не цех, как говорится, поэтому партии мои минимальные где-то от 3-5 тысяч минимальной партии, в зависимости от дизели тоже. Блин, ну это вот, если я только начинаю на самом деле продавать на маркетплейсах, для меня это, конечно, большая партия. И в эту партию изделия входит несколько размеров, правильно я понимаю? Ну, да, естественно. Это не один размер? Нет, это не один размер. Размеры уже заказываете вы. А это один дизайн или в эти 3 тысячи, например, может входить лекал 5-6? Как это вообще? Конечно, там может лекал 5-6, конечно, входить, да. Например, вот от одной модели, например, по 500 единиц, например. А, ну вот это уже другой разговор, блин. И там примерно 5 размеров у меня, по 100 штук, короче, каждого размера я могу смело, но это уже другой разговор. Ну, конечно, желательно, чтобы меньше модели было, конечно. Здесь гладильный, уже как бы финишный прямой уже. Здесь уже как бы итогов, сейчас он каждую модель, каждый модель проверяет, видите, по качеству. По факту как? Я, например, захотел с вами сотрудничать, я могу отправить уже готовую модель, которая мне нравится, да, и сказать, ребят, отшейте мне вот таких там тысячу штук. Вы сами находите такой же материал, мне говорите, вот это такой материал или не такой материал, там, по видеозвонку, либо отправляете мне в Москву его. Я согласовываю, говорю, да, это такой материал, поехали. Вы мне говорите, слушай, Виталий, вот эта история будет стоить, вот такие шорты будут стоить столько. Ты готов? Я такой, готов или не готов? Правильно я понимаю? Все правильно, Виталий. Вы можете нам дать просто, образец можете дать, вот мы сами лекава делаем, все делаем. Можете свои, как говорится, лекава делать, тоже отправить нам размеры по лекавам, это будет еще лучше даже. Мы работаем в любом виде. А сколько по срокам, вот если я сформировал заказ, как долго вы его делали? Например, в партии 5 тысяч, это примерно, ну, где-то 3-4 дня это. По расчетному счету вам оплачивают деньги, а какую предоплату первую, там, процентов 30, наверное? От 30 до 50 процентов, наверное. Сколько будет стоить создать такое изделие у вас на фабрике, вот полностью комплект этого? Именно такой костюм от 900 рублей идет на сцена. Когда я буду первую модель вообще заказывать, раскроечную, да, там, или вообще готовую, то ты мне уже скажешь, какая цена, и мы уже решим. Ну да, конечно. Слушай, а вот такие штаны? Вот такие брюки, например, вот, от 400 до 600 рублей. Надо, конечно, попробовать с вами посотрудничать. Такие вот магазины продаются от 1400, от 1500 рублей, вот так начинать цены на них. Сколько по времени отсюда до Москвы вообще доставка, логистика? Смотря сколько у вас товара будет, во-первых, если, например, через транспортную компанию, например, вот те же деловые линии, у них обычно вот логистика до Москвы где-то занимает где-то неделю где-то. А если так отдельно, конечно, возить машины, это отсюда 3750 километров до Москвы, это за сутки доезжает машина. А здесь у нас получается уже склад готовый, полностью продукцию, уже готово, ну, к отгрузке фактически подать тем, кто заказал. Все, здесь уже все проверено, подготовлено. Такие пакетики, они уже готовы. Все, все упаковали и на отгрузку. То есть образцы у вас тоже можно ткани запрашивать, маленькие лоскутки вы присылаете и показываете. Я здесь провел не так много времени и убедился в том, что в действительности есть такие люди, которые готовы создавать, создавать охрененный продукт, который будет востребован нашими клиентами. Качественный продукт, привозят специалистов из других стран, я вообще уму непостижим. Мы обычно, я думаю, что это как-то все внутри страны, нет. Мы берем экспертов, если мы знаем, что в Турции круто отшивают, так давайте турецких экспертов брать, пусть они нас учат. Made in Russia, прикиньте, вы приезжаете, у вас рубашка, и вы будете горды тем, что в действительности продукция отвечает всем требованиям. Охренные швы, офигенное полотно. Наверное, постепенно мы будем переходить в это, зарождать новую культуру. И очень классно, что уже сейчас кто-то вообще в этом направлении смотрит. Нам удалось пообщаться с владельцами каждой из этих фабрик. И я хочу сказать, это очень умный человек, который видит и создает не просто то, что вот прямо сейчас бабки заработали, он видит в долгую то, что нужно потребление, то, что нужно людям, то, что всегда они будут. И одна из идей, которая от него звучала, это то, что прежде, чем открывать бизнес, нужно подумать, что всегда будет нужно людям. Он думает не только в плане того, что нужно будет для потребления, там, не знаю, клиентам что-то продавать, а также о тех людях, которые будут внутри работать. Потому что он создает рабочие места в этой стране и создает их очень круто, прямо экспертно. Я очень доволен, что мне удалось с ним познакомиться, пообщаться, узнать его мысли, видение. Это, ну, прям заряжает. Я рад, что у нас есть такой YouTube-канал, который позволяет вообще мне общаться с этими людьми, потому что вместе с ними я также расту и продвигаюсь. Благодаря вам, друзья, мы можем узнавать все больше информации, делать ее максимально доступной, потому что наверняка никто из вас не думал о тех производствах, которые окружат. Я вообще не знаю, как мы до них какими-то тоненькими ниточками дотягиваемся сами и не так просто их найти, потому что, я не знаю, очень сложно их в интернете везде найти. Поэтому, если у тебя остались вопросы какие-то ко мне, пиши их в комментариях, ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и будь в теме. Поехали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!